Приветствую вас, братья и сестры, пока наши некоторые посвятители отсутствуют, они попросили разбирать нам на собрании вторую главу послания к любительцам, чем, собственно, мы и займемся. К сожалению, глава такая, или к счастью, глава такая насыщенная, что мы, наверное, несколько стихов только затронем, хотя хотелось бы дойти дальше, но, может быть, когда-нибудь в другой раз. Открывайте, пожалуйста, вторую главу послания к любительцам, и мы читаем, наверное, первые стиха в 3. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое новосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте при любопрении тщеславию, но поскоренно мудрее прочитайте один другого душа и себя. Этот текст, я думаю, мы все изучали на новых группах. Даже интересно то, что я сегодня буду говорить. Все ли помнят, где вообще изучали Лебра? Даже мне интересно в этом разрезе. Ну, что ж, приступим к некоторому исследованию. И для начала надо сказать, что это послание адресовано достаточно здоровой церкви, достаточно хорошей. Павел в первой главе говорит мне без того, благодарю за вас Бога, писать воспоминания о вас. В третьем, в четвертом главе вам благодарить за то, что они жертвены, свет, сил. Даже в полной нищете они присылают какие-то пожертвования Павлу на служение. Они радуют о служении. Указываются имена некоторых служителей в церкви. И, скорее всего, действительно, значит, хорошие служители, раз по них пишут и как-то их указывают. Вот, соответственно, в целом эта церковь, по всей видимости, доктринально здоровая. Церковь, наверное, горящая. Церковь, жаждущая служения. В некоторых аспектах, из тех, которых я перечислил, они похожи на нас. Наверное, в доктринальной здравости особенно, в остальном я так и был более скромен. Поэтому есть небольшая северка из нашей церкви, и вы можете о ней сестрать. И, соответственно, апостол Павел, в целом он их палит. Где-то он их там предупреждает о чем-то на будущем. Но тему единства начинается в первой главе. Если вы приписнете обратно на 27-й стих первой главы, где Павел говорит, что вы не единодушно подвязались за левое евангельство, то есть уже начинается тема единства. И вы говорите, что не страшитесь, будьте едины, нажимайте в лицах всех противников. И, собственно говоря, вот этот такой переход, он начинает тема единства в первой главе, потом он ее опять будет подтверждать, а опять не возвращаться. Но вот здесь она начинает более подробно изъясняться. Тема церковного единства. И, значит, что здесь интересно? Ну, для начала структура. В первом стихе излагаются, в первом и в начале второго излагаются некоторые мотиваторы единства, которых, наверное, мы обычно не думали. Я даже не знаю, взбирали это на малых группах или нет, но там содержатся достаточно редкие мотиваторы единства, которые, вот если спросишь человеку, почему надо сохранять единство, они, как правило, вот это вот не скажут. Во втором стихе описывается, собственно говоря, просьба, какими надо быть, что должно быть, какого рода единства должно быть. И в третьем стихе она поясняется, за счет чего это достигается, какого единства. Вот если мы немножечко преамбулу отодвинем на потом и посмотрим на второй стих, где излагается сама просьба, то еще раз хочу отметить, что здесь не содержится просьба «Будьте доктринальны едины». Это предполагается безоговорочно. Здесь не подразумевается, что у нас там должно быть разное понимание божественности Иисуса Христа, разное понимание вопроса спасения, разное понимание Троицы, разное понимание фундаментальных истин христианства. Здесь речь идет про другие аспекты, в частности говорится, имейте мыслите одно и то же, имейте одни мысли, имейте любовь, не будьте единодушны. Здесь говорится про отношения. Здесь говорится об отношениях внутри Церкви. То есть это некий уровень выше, чем просто у нас одно учение, у нас разные цели, у нас разные мысли. Да, мы поодинаковому понимаем вопросы писания, но мы достигаем разных целей, мы по-разному хотим их достигать, поэтому у нас какие-то конфликты. И в этом смысле интересен тот факт, что для здоровой Церкви актуальна тема единства. Мне кажется, нонсекс, спектринальное здоровье, а тема единства, с точки зрения Павла, она актуальна для здоровой Церкви. Потому что это на самом деле большая опасность, наверное, многих хороших церквей, которые заключаются в том, что люди знают, во что вы веровали. Они достаточно крепкие, они достаточно сильные, они готовы служить, они готовы тянуть на себя, они готовы пославлять Бога. Но при этом может получиться ситуация лебедь, рак, щука, когда в принципе исполнение одного и того же, одной и той же дакли, например, все люди хотят благовествовать, но кто-то хочет, чтобы все пошли и занимались детским благовествием, кто-то лобилями, кто-то говорит, нет, только на работе, только соседям, кто-то тянет на улицу. Отреянный конфликт за ресурсы, за того, чья идея пойдет вперед, и это здоровая Церковь. То есть это возможная опасность любой здоровой Церкви в вопросах применения известных доктрин могут быть конфликты, могут быть недопонимания, могут быть сложности, отсутствие единства. Поэтому для нас это может быть актуально. Может быть не с той точки зрения, что лучше не применять известные доктрины вообще, чтобы не было, но с той точки зрения, что применяя и исполняя повеления Божьим, делать это единством. Почему вообще Павел просит о единстве, почему эта тема так важна? Наверное, потому что тема, в принципе, важна для Бога, для Иисуса Христа и в частности можно прочесть из первосвященнической молитвы Иисуса Христа некоторый текст, который показывает, насколько единство церковное, единство верующих важно для самого Бога. Это 17-го Иоанна с 20-го стиха я прочту. И о них только молю на верующих. У меня пословы да будут все едино. Интересно, как едино, да? Как ты, отче, во мне, я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует в мир, что ты послал меня. Славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены мы едино. И да познают мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Тема единства церковного, тема единства верующих, она важна для Иисуса Христова. Молился об этом в ночь в Савим распятием. И здесь даже некоторые есть указательства на то, что когда у верующих есть единодушие и единомыслие, то это свидетельство о том, что для окружающего мира, что в них живет один и даже Бог. Здесь Христос говорит, что ты послал меня два раза на это повторяй, или познай мир, что ты послал меня. Троица единая между собой, единая в отношениях, единая в в принципе во всем отношениях. Соответственно, в верующих должно быть на такое же единство, как и в Троица. Вернемся немножко к химии пейцам и говорим о том выражении «имейте одни мысли, имейте любовь, будьте единодушны и единомыслины между собой». Вот один момент, который не знаю, очевиден вам, не очевиден из этого текста, он не говорит здесь, например, будьте единодейственны между собой, что-то такое. Здесь говорится не про действия больше, а про отношения. И все мы можем ходить на одно и тоже воскресное собрание, быть в тех малых группах, проходить все нужные курсы, основы, веры, основы, семинары и так далее. Мы все можем быть как бы мы все вместе, как бы мы не едины, но это не то единственное, о котором говорит Павел, что можно сравнить с пачкой конфет. Пачка конфет вместе упакована, то есть такая пачка в этой комнате. Разорвил упаков, все, они развалились, попробуй, собери, все раскатилось. Павел это другого единства, которое больше не можно инвестировать мелкими кусочками магнита, которые друг с другом, они вне зависимости от упаковки, вне зависимости от форматов, это внутреннее единство. Соответственно, апостол Павел, когда он говорит, пожалуйста, будьте едины, он не призывает нас, просто покоритесь, сделайте общепринятым формам, ходите на тесто, люди говорят, ходите, делайте то, что надо, и все, и будете так едины. А просто просим больше ваше сердце должно быть желание внутреннего единства с вашими двадцатыми и сестрками. Имейте одни мысли, то есть здесь имейте одни мысли, имейте одну и ту же любовь к каждому другу, будьте здесь слово единодушны, там действительно очень хорошо переведено в русском языке, кто-то ругает постоянно, синодальный перевод, но вот тут есть слово психе в оригинале и действительно показывает, что будьте единодушны, единомыслины по собой, то есть ищите того, чтобы ваши мысли, ваши отношения, ваши намерения, чтобы они не расходились, а наоборот ищите точки восхождения. И такая просьба наверное она как бы неприятная такая, потому что вот, например, у меня точно знаю, мнение более правильное чем кого-то еще. И почему я должен искать такого-то единства с тем-то, если ему наоборот, искать какого-то единства со мной. Я еще сделаю какую-то подставу, чтобы пришлось искать единства со мной. Вот, собственно, она такая неприятная причем неприятная для любого, не только для меня. Для нас нет ни демократизма и ценность личности, ценность моего мнения она слишком сильно эскальбирована. Здесь Павел призывает искать единства в мыслях, в отношениях, к чему-либо, чтобы церковь была едина. В этом есть определенная сила. Например, в деяниях говорится, что верующие единодушно пребывали в дворе сломаном, и единодушно они по домам предлагали хлеб, и все время через стих говорится, что либо народ пославлял, либо Бог приводил. Это небольшое свидетельство, куда есть единодушие. Мы тут как-то даже в баню ездили достаточно давно, и там было пару человек, которые в пылье оказались среди братьев в бане тренирующих, и я не ожидал, если честно, с одним человеком когда мы говорили, потом он сказал, ну, типа, видно, что у вас какие-то отношения к людьмам. Мне показалось, что это не так, потому что это же атмосфера парни, какие там отношения. Вот. Но он сказал, ну, например, там, кто-то говорит, дай тебе картошку помоем. Просто сидел бы, сидел бы, на самом деле, подбежал бы, картошку мыть, еще что-то помогать, все-таки готовы. То есть, есть какое-то отношение, что люди хотят быть единственными. Он это заметил. Может быть, неизнантимент не был заметом, может быть, действительно, для, как и сами говорит, для людей этого мира, для верующих, это большое сильное свидетельство. Но, все-таки, просьба такая, она не особо приятная, искать единство с тем, кто, может быть, даже объективно не совсем прав, и не совсем рационально поступает. Но, о чем, как бы, суть того, о чем хотел сказать, это связка мотиваторов единственного и, собственно, того, к чему нас призывают. И интересно то, что апостол Павел подходит к такого неожиданного конца, он говорит, что, если есть такое утешение в их кресте, возьмем только первый кусочек. Ну, во-первых, тут такая конструкция языка, которая подразумевает не если кто, а если нет, то нет. Она подразумевает, что если и оно точно у вас есть. То есть, подразумевает, что поскольку надо перевести. И он говорит, поскольку вы утешены крестом, поскольку у вас есть вот это вот паракресис, утешение, во Христе. Довольно странно, как-то вот для меня сначала непонятно было то же самое с его подпадой любви и сообщением духа. Кажется, что такой текст, который, поскольку у вас все хорошо, пожалуйста, будьте вот так воспринимайте очень общим. Но, у нас, слово Павел, интересная мысль чаще всего в том, что если вы поскольку вы утешены Иисусом Христом, пожалуйста, имейте одни и те же мысли, имейте одни и те же мысли, идите наше наместное. То есть, для Христа очень важное единство. Если Христос вас утешил, если у вас есть отношения, если вы утешены с вашими отношениями с Иисусом Христом, пожалуйста, ищите единство. Довольно странно было бы говорить здесь, например, если есть какая-то отрада любви, в смысле, что если у вас есть отрада в семейной любви, церковной любви, то еще и будете едины. Это довольно странно, потому что если у людей отрада в любви в церкви, зачем призывать единство, наверняка это и есть. Семейный вопрос вообще нерелеванно. Соответственно, здесь говорится все эти стейкнеры, все эти утверждения говорятся про отношения человек-бог. Если вы утешены Иисусом Христом, пожалуйста, ищите место. Если вы, здесь на самом деле еще одно слово утешение или отрада, если вы утешены или радуетесь тому, какую любовь Иисус Христом с вами любил, то есть у вас есть отрада в его любви, пожалуйста, ищите того, чтобы мысли тоже быть однодушными единомыслами. если у вас есть кайнония Духа, или общение Духа, то есть если Дух Святой, Дух Христов участвует в вашей жизни, если вы с ним общаетесь, если он для вас живет, то есть не если, а поскольку он для вас живет, пожалуйста, ищите единых мыслей, ищите единство. если милосердие, милосердие Бога, милосердие Духа извилось в вашу жизнь обильно, причем здесь даже такое слово, но милосердие и сострадательность, они такие вот слова очень шаблонные в русском языке, они очень межличностные, здесь все-таки подразумевается больше, чем просто с милостивцами и такими недостатками, и я здесь здесь подразумевается такие, наверное, правильно, я почти правильно буду сказать, отношения, которые у нас есть, которые есть у Духа Святого, которые есть у Иисуса Христа по отношению к нам, и эти отношения, они заключаются в том, что они нас любят, здесь вот слово милосердие, оно переведено так вот иносказательно, на самом деле слово внутренности вообще, да, обычно у людей той поры внутренности это было такое пациентом эмоций, пациентом каких-то добрых отношений, соответственно, здесь такая мысль заложена интересная, что на самом деле у Духа Святого для Иисуса Христа есть к нам особенная любовь, есть к нам особая любовь и они к нам испытывают особые ощущения, особые чувства к верующим. Это можно подвергить другими местами, специально, например, когда мы общались с друзьями и мы заметили, что, например, слово Агапта «Кристос возлюбил мир» и так далее, Иоанна 3.16 «Кристос возлюбил мир» и так далее. Там используются все слова Агапта, когда речь идет о всем мире, когда речь идет о людях, за которых «Кристос сумят». Но когда речь идет о верующих, используется слово Филео, используется слово личных отношений к дружбе больше, чем Агапта. Филео от Бога по отношению к человеку я встречал только по отношению к верующим. Больше не так часто встречается слово Филео от Бога по отношению к людям. Поэтому может быть, никогда не думали, но Христос и Дух Святой они нас любят. То, что нас приведено как милосердие и сострадательность, и отзывчивость. У них есть с нами такие близкие отношения, они отзывчивы к нашим нужным, к нашим потребностям, они любят нас, они, может, не любят нас, они не крепко нас полагают и помогают. Соответственно, вот такая вот интересная мотивация как-то все равно как не клеится. Ну да, есть у меня отношения с Иисусом Христом, есть, да, есть. Да, я оценю его любовь, которая мне явила, я понимаю эту жертву долговства, я понимаю, что даже сейчас он меня много милует и много что-то меня делает. да, у меня есть Дух Святой и я рад, что Бог дал нам Духа Святого и что я могу иметь общение с Ним, что Он во мне живет, Он ходатайся за меня, воздыханиями и завященными. Когда даже я не знаю, о чем молиться, Он молится за меня и Он участвует в моей жизни и многие вещи, которые надо было бы наказать, они меня милуют, они меня любят, помогают, будут дальше. Причем здесь есть? И это на самом деле очевиден, потому что для Троицы, для Иисуса Христов, для Духа Святого, для Отца очень важно единство. Если вы в своей жизни ощутили воздействие Бога, у вас есть Нима ошелье Бога, у вас есть общение Бога с Его, вы знаете и оцените Его любовь, почему вы не можете Ему в ответ сделать то, что так дорого для Него искать единство, искать единомыслия между собой. И интересность этой мысли заключается в том, что когда есть определенное желание доказать свое, даже в серьезных вопросах, хотя больше всего это доказать, когда есть такое желание, текст писания говорит нам «Знаете, чем является ваш грех? Вы думаете, что это грех против единства церкви? Может быть, вы правы? Наверное, да. Вы думаете, это грех против брата и сестры? Наверное, да. Вы думаете, это грех против писания? Наверное, да. Но Павел здесь говорит «Нет, друзья мои, это все как и правильно, но это грех против ваших личных отношений с вашим Спасителем, с вашим Сосим Христом». Если вы не ищете единомысля между собой, если не ищете единомысля, если вас рада любовь разным людям и в основном церкви другие вещи, то вас, знаете, вы грешите против своих собственных отношений с Иисусом Христом. На самом деле мысль стара как мир, потому что любой грех это в принципе грех против отношений Бога. это в принципе нарушает наши отношения с ним и он против него. Но здесь апостол Павел делает связку и хороший мотиватор на самом деле грехи, но только неочевидный. Когда в нашей церкви есть много неправильного как думает некоторый человек, как каждый из нас наверняка думает, что-то здесь неправильное есть. Здесь у нас неправильные проповеди, там неправильная музыка, здесь у нас неправильная организация. То есть еще что-то, очень много чего неправильного можно найти. И в некоторых вопросах принято решение, что нет, это правильно и предположено. Люди все равно считают, что это неправильное и не ищут единство здесь. Для таких людей очень хорошее утешение. Там приходится смиряться, здесь вот третий стих, смиренно, мудрее и так далее. Приходится смиряться, приходится наступать на себя, в смысле, что я считаю, что это же правильно. так и должно быть. Это хороший мотиватор, обрегатор этой инвестиции в ваши личные отношения с вашим спасителем. Если бы вы поступили по-своему, если бы продолжили битву, схватку до конца, вы бы поручили эти отношения того, кто вас тешил, того, кто вас любит, да я помню, это правда для его людей. Того, кто дал вам Духа Святого, у вас есть общение с Ним, того, кто меняет вам огромное милосердие, сострадательность. Вот интересна такая зависимость. Она часто неочевидна для людей, которые готовы аргументировать в принципе до конца и просто которые уперлись и все. Она неочевидна, что на самом деле этим самым они продавают свои личные отношения к Богу, личные отношения с Иисусом Христом. Потому что мотиватор я сею какой-то разбор в церкви, он уже не мотиватор. Мотиватор, что тоже часто не мотиватор, но это хороший мотиватор. Храните свои отношения с Иисусом Христом. Если вы это реально ощутили в своей жизни, пожалуйста, сделайте то, что так дорого для Троицы. ищите единство, будьте единодушны и единомыслины между собой. Ну и в третьем стихе просто поясняется такой вот способ как это делается. Ничего не делайте по соперничеству или по времени или по числам числам на посмиренном мудре почитайте один другого выше себя. Очевидно совершенно, что единомыслие одно отношение к делам, к которым делам, к какому-то вещам, оно часто достигается посредством очевидного смирения. И из этого текста интересен один глагол или даже одно слово смиренно мудрее. поединали есть корень этого слова тоже думать мыслить наверное я бы перевел более понятно для нас как смиряйтесь свои мозги смиряйте свой разум и почитайте другого выше себя хотя казалось бы может быть объективно для них а смиряйте свои мозги смиряйте и почитайте другого выше себя ищите может быть у него есть какая-то разумная мысль ищите может быть то что другие люди считают ненужным и полезным это может быть действительно достойнее того что вы считаете даже не полезным сейчас смиряйте себя для того чтобы хранить это единодушие и единомысли ну и есть очевидные другие слова ничего не делать из соперничества или из какого-то жажды быть оцененным тщеславием ну потому что это во-первых нарушает единство явно в этих вирусах ваше личное отношение со спасителем даже когда речь идет не об летовых вещах а о служении даже если вы очень любите о том чтобы делать пройденное служение именно так как вы считаете нужным вот такая вот экстремальная и твертость или принципиальность нарушающая единство это будет работать против ваших отношений с Иисусом Христом и в этой связи надо вернуться еще раз и в этой связи и в этой связи в этой связи что это пример вопросы как перед ним вопросы Евангелия вопросы спасения они здесь не ставятся под вопрос здесь речь говорится о том что я просто об отношенческих вещах я хотел бы очень быть кратким мне кажется мне не совсем получилось поэтому я предлагаю что мы просто поняли это нальчик горят это что в это это